В Крымском правительстве выясняли, кто и как мешает работе Министерства в курортов республики. Медикам не платят, пациенты умирают. Проблемы в сфере здравоохранения вновь в центре внимания. Это особый взгляд на Первом Крымском и, как всегда, вспомним события этой недели. В Госсовете Крыма День Конституции полуострова отпраздновали заранее. Мероприятие прошло с участием представителей всех ветвей власти республики и лучших артистов. В его рамках поздравляли благодарственными грамотами и медалями активных крымчан и патриотов республики. Всех тех, кто не струсил во время перехода полуострова в Россию. А Сергея Аксенова, кроме звания почетного крымчанина, ждала еще одна приятная новость. Глава республики Крым занял третье место в медиарейтинге руководителей регионов Российской Федерации за март 2015 года. Результаты исследования были опубликованы на сайте информационно-аналитической системы «Медиалогия». Большой праздник Песах отмечает и еврейская общественность Крыма. В этот день ее представители единогласно приняли обращение ко всемирным еврейским организациям о снятии санкций с Российской Федерации, Республики Крым и Севастополя. Участники акции считают, мировая общественность не может объективно оценивать ситуацию на полуострове, опираясь только на информацию западных СМИ. Идет процедура передачи обращения. Под ваши аплодисменты. Я хочу сказать, что приму все меры, что оно будет доведено до евреев, населяющих земной шар. На неделе в Крыму под патронатом главы республики стартовала патриотическая акция «Дорогами Победы». Она посвящена 71-й годовщине освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Первым эстафету открывал Армянск. За ним Джанкой, Феодосия и другие города республики. Это большой праздник, потому что Армянск открывает череду освобождения крымских городов от немецко-фашистских захватчиков. Мы находимся в преддверии 70-й годовщины Великой Победы. Посмотрите, как замечательно подготовились реконструкторы. И сегодня, помимо того, что была зажжена гильза памяти, сегодня здесь присутствовали знамена всех воинских подразделений, которые освобождали в свое время Крым. Эту неделю в парламенте Украины вполне можно назвать ударной. Удар по истории, традициям, живой памяти, в конце концов. Все то, чем нас раньше пугали украинские политики, сбылось. Признали УПА. Нет, мы тоже признали. Только не борцами за независимость, как у них, а экстремистской организацией. Поменяли Великую Отечественную на эпизод Второй мировой. Запретили коммунистическую символику. Она же в этом случае символика Победы. И вообще осудили коммунистический режим. Тот самый, при котором строили Днепрогаз. Хмельницкую атомную электростанцию, а еще металлоргию, химпром и автопром. Да вообще все. 9 мая. 70 лет Победы. Праздник, который отныне чужой украинским политикам. Он и ранее был враждебным, но неофициальным. Теперь все на европейский манер. Верховная Рада утвердила празднование Дня памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. 8 мая. А 9 будет отмечаться как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вы спросите, так что же враждебного? А то, что войны у нас теперь немного разные. Законопроектам предлагается использовать термин «Вторая мировая война» и отказаться от термина «Великая отечественная». Объяснили это отказом от советских клише. Этого мало. Во время почтения памяти павших годы Второй мировой войны отменяется использование советской символики. Можно подумать, рейхстаг брали с какой-то другой. Чем тщательнее они подходят к вопросу уничтожения исторической памяти, тем внимательнее мы относимся к ее сохранению. И все же в чем разница? Спросим у военного историка. Сегодня в студии Сергей Ченнык. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день. И все же для тех, кто думает, что от названия, так сказать, не сильно меняется суть «Вторая мировая война» или «Великая отечественная война». В чем угроза? Каковы последствия? Ну, начнем с того, что правительство Украины и ее Верховная Рада демонстрируют то, что это коллектив двоечников. Потому что они пошли точно в соответствии с исторической истиной, что на самом деле история никогда ничему не учит. Просто она наказывает за невыученные уроки. И, по всей видимости, наказание за невыученные уроки большинства украинских политиков еще ждут их впереди. На самом деле, отказ от термина «Великая отечественная война» — это не просто отказ от термина, как словосочетание, выражающего то или иное событие. На самом деле, это целая спецоперация, проводимая украинским правительством при поддержке, при очень массированной поддержке европейских и, конечно же, американских специальных служб. Эта спецоперация имеет план сделать основы беспамятности целых поколений, которые еще ждут эту беспамятность впереди. И это страшное событие. На самом деле, нельзя относиться к нему просто как к рядовому изменению газетных заголовков, потому что мы теряем своих героев. Мы не просто теряем героев, мы теряем память о тех людях, которые добыли эту победу. Совершенно правильно было сказано, что знамя победы над Рейхстагом, знамя победы над поверженной Германией возглавлялась интернациональной группой, состоявшей из представителей нескольких народов Советского Союза. Теперь же получается, что это была непонятная группа людей с непонятного цвета материи, которые действовали в масштабах непонятной какой-то операции, которая происходила в рамках Великой Американской Второй Мировой войны, которая популяризирована с помощью телевидения, с помощью других средств массовой информации. И теперь не мы стали победителями Великой Отечественной войны, а мы просто стали одним из многих участников Второй мировой войны, как это и требовалось для наших бывших союзников, а теперь самых, наверное, заклятых друзей. Поэтому мне жалко Украину. Украина потеряла не просто кусок своей истории, она потеряла кусок своей, огромный пласт своей культуры, она потеряла пласт исторического наследия, она потеряла очень многое, что, наверное, долго теперь придется искать. Я надеюсь, что историческая память, она вернется. Просто хотелось бы, чтобы это вернулось безболезненно. То, о чем вы говорите, это, так сказать, движение вперед на перспективу. Задел только, да, вот принимаемые решения, не рассчитанные, в общем-то, на формирующиеся поколения, в том числе. Они и так-то уже многого не знают и не помнят, а вот теперь и окончательно забудут. Но, тем не менее, живы еще ветераны. Да, их мало по объективным и субъективным, в случае с Украиной, причинам. Что ждет их сейчас? Ведь к символике победы, там, и знамя, и, ну, да все что угодно, да, там и таблички на улицах. Они, вот, 9 мая им вообще не страшно будет выходить на улицы? Ну, я скажу, что с науськивания, опять-таки, европейских партнеров, товарищи украинские политики действуют достаточно тонко, хотя часто и топорно. Я думаю, что они, наоборот, показательно выведут ветеранов на улице, но не 9-го, 8-го мая, и показательно будут демонстрировать, как можно отпраздновать этот день без той символики, к которой люди привыкли за многие, за многие годы. Без Георгиевской лет. Конечно, конечно, конечно. Это будет... Если ветерана будет Лентона, вот не представьте, что... Его просто не пустят. Ему, я думаю, просто отодвинут в сторону и скажут, дедушка, постой, вот мы тут без тебя пройдем, а там дальше как-нибудь. Я думаю, они перед Европой сделают все, вот именно специально для Европы, чтобы не допустить каких-то агрессивных выпадов на этом, но это будет дьявольски тонкая акция, имеющая за собой самые большие, наверное, неприятные последствия для тех же ветеранов, потому что этот день будет водоразделом. Это примерно как проводы, то есть проводили и сказали до свидания. С этого момента вы этой стране больше не нужны, вас меняют другие ветераны, которые боролись, возможно, даже по другую линию фронта. Которых тоже уже... Совершенно правильно. Законные права уже перевели, да. Назовем этот праздник проводами своей истории, проводами переход окончательно на сторону, со стороны победителей, практически на сторону проигравших в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Это выглядит еще и пощечиной в том смысле, что именно в эти дни многие украинские города и территории были освобождены советской армией в 44-м году. Это касалось, в частности, Юга Украины. Все это накануне 70-летия Великой Победы, но актуально еще и то, что война продолжается. Война совершенно другого формата, другого оружия. И вот многие обращают внимание на то, что вот все эти принятые законы, естественно, за ними последует некая такая вот имплементация в виде нового толчка военного на Юго-Востоке, нового, возможно, наступления. Как вы считаете, как будет развиваться военная ситуация в районе ДНР, ЛНР? Если мы будем говорить о чисто военной ситуации, то как человек военный, я вам скажу, что Украина на данный момент не имеет никаких шансов развернуть военную ситуацию на Юго-Востоке в свою сторону. Слишком тяжел военный кризис, слишком тяжел кризис вооруженных сил. И те решения, которые принимают дилетанты от войны в украинском правительстве, они не способствуют одержанию военноспособности, военной победы. Украина так и не удалось сделать из своих вооруженных сил однородную структуру, способную вести единые боевые действия в ограниченном регионе. Это до сих пор сборище отдельных группировок, отдельных полубандитских формирований, которые ведут действия по своему разумению, без всяких перспектив. Мы видим сейчас массу девочек с гранатометами. И еще, все-таки возвращаясь к теме 70-летия победы, 9 мая, грандиозный парад на Красной площади, делегации из разных стран. Естественно, мы знаем, что наши заклятые друзья не приедут. Вот, впрочем, посол заклятых друзей, да, Ульянтов, вот он все-таки будет присутствовать. Тем не менее, украинская делегация отмежевалась и от истории, и от парада она там присутствовать не будет. Но поразило другое заявление официального Киева, официального Министерства иностранных дел, что они, значит, внимательно будут следить за посольствами других государств, будут ли они, так сказать, присутствовать в Москве или нет. И в сам факт их присутствия они посчитают там актом солидарности с агрессором и так далее и тому подобное. Это, значит, новый международный язык и статус Украины? Ну, я считаю, что Украина уже давно слишком большого о себе мнения, далеко не соответствующего тому мнению, тому положению вещей, которые есть на самом деле. Поэтому я не хочу здесь комментировать, я просто, наверное, пожалуй, процитирую незабвенного Крылова, его известную басню о слоне и моське, великую фразу «Ай, моська, знать, она сильна, что лает на слона». Поэтому гавкать Украина может что угодно, гавкать она может на кого угодно. Я считаю, что это не более чем блеф и попытка надувания щек. Спасибо. Это был военный историк Сергей Чиннык. Напомню, Верховная Рада Украины приняла законопроект об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Таким образом, депутаты намерены установить историческую справедливость и устранить угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности страны. Кого они боятся? Компартии Украины? Или, может, нацистов, которых там сейчас гораздо больше, и они представляют реальную угрозу? Но это догадки. Впрочем, есть и другие угрозы, гораздо более страшные, этнические. С нами на связи политолог Александр Васильев. К слову, коренной одессит, который прекрасно понимает ситуацию внутри страны и, возможно, даже логику поведения украинских политиков. Здравствуйте, Александр. Вот сейчас активно в интернете обсуждается версия, согласно которой все эти принятые законы. Это, на самом деле, попытка на законодательном уровне просто установить апартеид русских. Эта точка зрения, она, кстати, была высказана известным московским публицистом Дмитрием Мальшанским. Я совершенно с ним согласен. Логика здесь такова. Те режимы, фашистские режимы, ультраправые режимы, консервативные режимы, которые запрещали когда-либо коммунистическую идеологию, символику, атрибутику и все, что с этим связано, они обычно таким образом устраняли своих серьезных политических конкурентов. Мы помним, в Германии, в Веймарской республике, коммунисты были весьма сильны. И, в общем-то, даже на улице, так сказать, мало чем уступали нацистам, национал-социалистам. И запрет подобный коммунизма был, помним, там и поджог Вейхстага, с этим связан, это была спецоперация для дискредитации оппонентов. Это был инструмент реальной политической борьбы. Мы с вами прекрасно знаем, что на сегодняшний день никакого серьезного реального коммунистического движения на Украине нет. Прошло 20 лет, то есть, можно сказать, сменилось поколение после падения Советского Союза, как страны, которая считалась воплощением реализации этих идей коммунистических, и в целом краха мирового того, что называли соцлагеря. И поэтому абсурдно сегодня, когда выросло уже новое поколение, бороться и рассматривать это как реальную борьбу с коммунизмом. Не Симоненко же мы считаем пламенным борцом за дело Ленина-Сталина. На самом деле, это попытка нанести удар, серьезный удар просто по нашей истории, по нашей идентичности, потому что советский период, его невозможно вычеркнуть из русской истории, из русской культуры. Она непрерывна, она где-то там противоречива, где-то трагична эта история, но она неотделима от нашего народа. И вот такая попытка ее запретить, это действительно такой элемент сегрегации, элемент действительно борьбы с русскими, поскольку мы помним первый шаг, первый законодательный акт вот этого нового переформатированного после февральского переворота парламента год назад. Это отмена языкового закона, закона Кивалова-Колесниченко, который давал хоть и мизерные, но какие-то формальные права русскому языку. Это первое, что они сделали, они уничтожили, так сказать, вот эти гарантии. Поэтому сегодняшний шаг, это всего лишь логическое продолжение того, что было. 10 апреля как раз Одесса встречает годовщину освобождения ее в 44-м году от немецко-фашистских захватчиков. Большой праздник для одесситов, и тут такой вот удар пощечина. Я благодарю вас за поздравления, присоединяюсь к нему, и я уверен, что Одесса будет свободна. С нами на связи был политолог Александр Васильев. Отвлекать народ от проблем экономики – профессиональная черта украинских политиков. Что происходит внутри страны, какие экономические потрясения ею готованы – в нашем следующем материале. В Верховной Раде Украины продолжается борьба за власть. Некоторые фракции и депутаты требуют отставки нынешнего премьера Арсения Яценюка. Другие, напротив, выступают в его защиту. При этом обе стороны называют друг друга агентами Кремля и обвиняют в личных связях с президентом России. Об этом с трибуны Рады заявил советник главы МВД Украины Антон Герасченко. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. Я всех прошу и призываю, обвинитесь, пожалуйста, в блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко – это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, не создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. А вот еще одно историческое, по мнению украинских депутатов, решение. Большинством голосов Рада поддержала законопроект о героизации повстанческой армии. Бойцы ОУН и УПА признаны борцами за независимость Украины. Теперь националистам предоставят специальные выплаты и льготы. Ставится на голосование проект закона о правовом статусе и увековечивании памяти участников борьбы за независимость Украины в 20-м столетии. 25.38.1 За основу и в целом. Прошу поддержать это историческое решение. Голосуем, пожалуйста. Дякую, шановные коллеги. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! По страны законы в Донецке участились обстрелы со стороны Нацгвардии. Власти ДНР сообщают, только за последние сутки в зоне конфликта их зафиксировано 60. Важно, что интенсивность огня в разы выше ночью. В основном стреляют из танков и миномётов. Уже есть и новые жертвы провокаций. Погиб боец ополчения. Мы предполагаем, что националистические батальоны и Нацгвардия специально осуществляют провокации в ночное время суток, чтобы не могли их зафиксировать. Мониторанную миссию ОБСЕ, которая находится на нашей территории. И утром, и то, что должны были они отвезти по Минскому соглашению, они убирают. И поэтому говорят, что у них там ничего нет. Хотелось бы подчеркнуть, что те усилия, которые миссия ОБСЕ прилагает для пропорщения огня, украинская страна фактически игнорирует. На войну Киев бросает все силы и львиную долю средств. А вот сама Украина постепенно близится к дефолту. Экономическая составляющая тому показатель. Возьмём, к примеру, цены на газ. Скидка есть, а вот тариф для населения не поменяется, заявляют в Нафтогазе. Международный валютный фонд и официальный Киев пришли к соглашению, по которому цена на голубое топливо должна быть доведена до рыночного уровня. А это значит, что она повысится примерно в семь раз. Ползут и цены на продукты. Я не хочу ругаться неприлично, но это просто шок. Могу купить только сметану. В этом магазине больше ничего не нужно. Только сметану. А как у вас это вообще зарплата? А никак. Я с августа месяца не получаю. И как живёшь? А как живёшь? Нычки достаю. На смерть складывала. Есть и нет. Ничего не нужно. Банковскую систему лихорадит. Курс покупки доллара в разных отделениях колеблется от 21 до 26 гривен. А вот российский рубль, наоборот, отвоёвывает одну позицию за другой. За несколько месяцев наша валюта укрепилась на четверть. Так, сегодня за доллар, согласно официальному курсу, в среднем дают 50 рублей. За евро – 57. А в это время мы вспоминаем далёкий и героический 44-й год. Крымскую наступательную операцию и героические страницы освобождения полуострова. В Крыму стартовала акция «Дорогами победы». В Керчи перезахоронили останки 111 советских солдат. А президент Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания города воинской славы нескольким городам страны – Старой Руси, Петрозаводску, Грозному Гатчине и Феодосии. Нам есть чем гордиться и в самую пору развивать военно-исторический туризм на полуострове. Впрочем, здесь у нас большой пробел. Не просто пробел, а настоящая проблема. Не успела общественность забыть об уходе занимаемой должности. Теперь уже экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, отставку которого Сергей Аксёнов принял на прошлой неделе, как на ковёр к заместителю председателя правительства вызвали уже другого руководителя – министра курортов республики Елену Юрченко. Суть предъявляемых претензий к министру курортов – недобросовестная работа, которая сегодня чуть было не сорвала выгоднейшую сделку с потенциальным инвестором, а значит завтра того и гляди курортному сезону навредит. И здесь, как говорится, ничего личного. Ведь те, кто слушал и, главное, услышал слова президента Путина, подводившего итоги всекрымского референдума, поняли, наряду с некоторыми другими, именно транспортная и курортная сферы для полуострова важны как воздух. И ошибки здесь стратегичны по умолчанию. Стоит ли удивляться, что за увольнением министра транспорта Цуркина последовала обстоятельная беседа именно с министром курортов Юрченко. Тем интереснее, что разговор с этим чиновником вел бескомпромиссный, но всегда благонамеренный Руслан Бальбек. Выговор выговором, но ведь если чиновник – женщина, то и подход к ее критике нужен особый. Как прошел и чем закончился серьезный разговор министра с вице-премьером, выясняла наша съемочная группа. У Крыма появился влиятельный партнер. Крупнейшая российская туристическая компания решила активно сотрудничать с полуостровом и открыть здесь региональное отделение. Но в один момент с легкой руки профильного министра республики эта перспектива оказалась на грани срыва. Похоже, желание развивать и рекламировать полуостров есть далеко не у всех. Инициативы министра регулярно смахивают на антирекламу потенциала и конкурентоспособности нового субъекта Российской Федерации. Туроператорская компания берет на себя риски по авиаперевозкам, то есть по формированию в том числе и чартерной программы. После нашей предварительной договоренности Pegas Travel готов был поднять 10 самолетов в неделю. Для этого им необходимо было заключить договора с директорами коллективных средств размещения на полторы тысячи человек. Дело оставалось за малым. Необходимо было всего лишь организовать встречу сторон. Эту элементарную задачу поручили Министерству курортов и туризма. Там перетруждаться не стали. Из 120 человек, представляющих крымские гостиницы, здравницы и другие объекты размещения, на встречу пришли всего лишь 30. Удалось предварительно договориться о 150 номерах, что не соответствует той программе, которую Pegas заявил на Крым. Это в 10 раз меньше, чем потребность его для обеспечения вот этих 10 самолетов. У Елены Юрченко своя версия. Вины Минкурортов нет. Руслан Исмилович, встречи с Pegas мы организовали, с бизнесом встречу организовали, с представителями объектов размещения тоже. Это совещание полностью провалено Министерством туризма. Руслан Исмилович, это ваше мнение? Это ваше мнение, что оно провалено? Вам недостаточно? Это вы достаточно. Вы провалили, как бы в данном случае поставили под срыв возможность для республики получить преимущество. Как выяснилось, это мнение не только вице-премьера. Так думают и простые крымчане, и люди, которые зарабатывают деньги, оказывая туруслуги. Владлен Гончаров проводил экскурсии по родному Южнобережью с 16-ти. За более чем 60 лет изучил каждую тропку Ялты вдоль и поперек. Сейчас занимается морскими прогулками. Это довольно популярный вид развлечения среди отдыхающих. Но даже при огромном наплыве туристов, курортный сезон 2015 года может стать провальным, говорит мужчина. До приезда первых отдыхающих осталось всего две недели, а Ялта еще не отошла от зимней спячки. Похоже, в Анабиозе прибывают и сотрудники Министерства курортов и туризма республики. А если и подают признаки жизни, то явно не во благо для курорта. Раньше, когда проходили пароходы иностранные, автобусы заезжали прямо сюда, и мы их брали. А мы не можем своих туристов посадить на садовой, не разрешают остановку автобусов или штрафуют шоферов. Нет места, где посадки. Вот какие-то они, вы понимаете, нельзя слово сказать, тупые. Не хотят они решить вопросы, пишут, рассказывают все это. У них только плакаты, все старинное советское. То, что Южный берег Крыма не готов принимать туристов, подтверждает и ситуация в Алуште. Сказывается недоработка местных властей и отсутствие контроля со стороны профильного министерства. Насладиться отдыхом и видом на море здесь можно только в межсезонье. Летом пляжи занимают платные шезлонги, а набережную – торговые шалманы. Вот эти вот постройки, еще с советских времен, они постепенно вытесняют пляж все дальше и дальше к морю. И людям практически летом уже не остается места. Он и так забит, этот пляж. И эти рестораны, и кофюшки, которые теснят его, людям, конечно, очень неудобно. Санитарное состояние пляжей и наличие незаконных строений вдоль берега на ЮБК проверял первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет. Его взгляд сразу привлек пирс. Точнее, то, что на нем. Если есть инвестпроект, то это не означает, что на базе вот этого чуда, это позор просто для побережья. Решение на классе есть уже. Есть? Есть. Нужно принять управленческое решение. Мы же… Все, давайте наконечность собираем комиссию и принимаем решение. В отличие от Алушты, Ялта и Массандра встретили делегацию браконьерскими снастями и свалками. Вице-премьера специально подготовили, чтобы выложить все, что у вас здесь есть. Коммунальщики работают у вас? Работают. С тем, что курортный город вовсе не похож на курортный, а бригад Тавриды не такие уж и прекрасные, как во времена Александра Сергеевича, соглашается и профильный министр. Тем не менее, Елена Юрченко не видит возможности повлиять на ситуацию силами своего ведомства. Зато дельным советом всегда готова поделиться с коллегами. Мусор, мусор, мусор. Вот это то, что, наверное, очень сильно отталкивает наших от туристов от тех уникальных достопримечательностей, которые располагает Крым. Над этим нужно трудиться точно так же, как и над многим очень другим. Значит, при том, что на сегодняшний день мы располагаем такими цифрами, что, ну, уже на сегодня от 4,3 миллионов туристов готовы приехать в Крым. Только чем этих счастливчиков будет приветствовать Крым – вопрос риторический. Зато с нерадивыми чиновниками все предельно точно. Меры будет принимать уже глава республики Сергей Аксенов. Министерство курортов и туризма у премьера на особом счету. Ведь в этом году списать свою некомпетентность на переходный период уже не получится. Еще на прошлой неделе комитет отставку главы транспортного ведомства Сергей Аксенов дал ясно понять крымским министрам – поблажек не будет никому. И женщинам, как показала беседа Руслана Бальбека с Еленой Юрченко, рассчитывать на какое-то снисхождение в оценке их работы также не стоит. Слабой половине правительства ответствовать за свои результаты наравне с сильной. Кстати, на днях госпожа Юрченко заявила о том, что в Крыму сможет отдохнуть столько туристов, сколько смогут добраться на территорию полуострова. И, учитывая качество наших дорог, эти цифры явно не обнадеживающие. В то же время в столичной администрации заявляют, что активно приступили к дорожным работам. И на улицах города огромное количество дорожной техники. Хотя, может быть, она просто невидима. Дорога-дорога осталось немного, совсем немного асфальта. А местами его вообще нет. Так уж получается, что столица Крыма, которая, по идее, должна быть ориентиром во всем, в том числе и в качестве дорожного покрытия, пока в числе отстающих. Кое-где ухабы на дорогах уже стали поводом для народного творчества. На улице Красноармейской даже появился новый перекресток имени симферопольских градоначальников. Просто проехать тут уже достижение. Ямы глубокие и весьма неприятные для любого автомобиля. Через квартал все еще интереснее. Тут асфальт смыло, а ливневка осталась. Теперь посреди дороги просто стоит железная стена. Как хотите, так и объезжайте. Городская проблема уже приобрела республиканский масштаб. По крайней мере, в чеке на оплату уж точно. Вы знаете, что сегодня наибольшее количество обращений от граждан Симферополя поступает по качеству наших дорог. Конечно, дороги, которые делались предыдущие власти, заслуживают самых худших оценок. Мы сегодня видим, что проехать практически по Симферополю невозможно. В этом году, с учетом ваших средств из симферопольского городского бюджета и республиканского, будет на дороге в городе Симферополь около 500 миллионов рублей потрачено. Проблем с освоением такой колоссальной суммы не будет. Список нуждающихся в срочном и капитальном ремонте улиц настолько велик, что Геннадий Бахарев всерьез опасается, хватит ли денег. Мы хотим отремонтировать ключевые дороги, часть из которых вы назвали. Маршал Жукова, Крымская правда, Дренажный, Беспалово в том числе, которая очень... Беспалово тоже входит, да? Да, 120 миллионов. Это ремонт только Беспалово, чтобы было понятно. Там и нет дороги. Там практически нет дороги, да. Но дорога длинная, дорога важная. Она ведет серьезный массив, который сейчас нашими горожанами заселен очень интенсивно. Еще одной новостью для симферопольцев. Наверняка станет информация, что на дорогах Крымской столицы оказывается. Чуть ли не круглосуточно трудятся во благо водителей порядка 200 единиц техники. Ее, правда, никто толком не видел. В поисках мифических машин мы отправились на улицу Беспалово. Тут действительно начался ремонт. Но из техники два грузовика и аппарат для снятия старого асфальтного покрытия. Вот и все. Когда эта бригада закончит работы, неизвестно. Водители возмущены до предела. Причем абсолютно всей запрошенных нами. Тему дорог сейчас лучше не трогать. Каждый найдет пару ласковых. Самые возмущенные – клиенты станции техобслуживания. Николаю по работе приходится ездить очень много. Ремонт ходовой теперь для него в ежемесячной статье расходов. А это на минуточку. Минимум 5 тысяч рублей. Бывает так, что 2-3 раза просто колеса рвутся. Не то, что там они спускают или там бьются. Они просто рвутся эти колеса. Поэтому я не считаю, что это отличные дороги или что это вообще дороги для езды. Надо, наверное, как-то тракторами уже заниматься, а не машиной. Работники СТО притоку клиентов, конечно, рады. Но говорят, с дорогами и вправду нужно что-то делать. Ведь многие из них – сами водители и коллег по цеху понимают. Ведь даже свои машины ремонтировать в таких условиях времени нет. А очереди у станции не уменьшаются. Мелочь к мелочи и выпадает в копеечку. Особенно, когда ездить приходится вот по таким улицам, где ям больше, чем целого покрытия. Некоторые водители всерьез думают воспользоваться возможностью защитить свои права и получить компенсацию за ремонт. Не пользовался, но собираюсь. Я тут езжу по этой дороге каждый день. Каждый божий день я машину в неделю два-три раз чиню. По этой дороге я езжу. Такое право у водителей действительно существует. По ГОСТу ямы на дороге не должны превышать следующих параметров. Длина – не более 50 сантиметров. Ширина – не более 60. А глубина и вовсе не должна превышать 5. И таких ям по городу очень много. Длина этой ямы больше 5 метров. Ширина – больше 60. А глубина достигает 16 сантиметров. Если непосредственно ямы на дороге больше вот этих установленных ГОСТом размеров привело к ДТП какому-то ущербу для автомобиля, тогда у владельца транспортного средства возникает право обратиться за возмещением вреда. Возмещать вред можно добровольно, если собственник автодороги непосредственно пожелает идти навстречу. И можно возмещать через суд. Обращаетесь в суд, имейте при себе документы. Это справка о ДТП, которую дают сотрудники ДПС. Их нужно вызвать на место. И оценка имущественного вреда, причиненного автомобилю. Но при этом помните, добиться истины будет нелегко. Но если таких обращений станет действительно много, власти просто выгоднее будет отремонтировать весь город, чем выплачивать компенсации. Это так. Пища для размышлений. А может быть, качество наших дорог является причиной беспорядка и в медицинской сфере? Пациенты, умирают, не дождавшись скорой. В медучреждениях продолжают лоббировать интересы частных аптек. Врачи, которые месяц без зарплаты. Проблемы в сфере медицины вновь в центре внимания. На днях общественность была шокирована информацией о том, что на одном из симферопольских рынков прямо в магазине скончался мужчина, не дождавшийся приезда скорой помощи. Множество нареканий звучит в адрес детской инфекционной больницы. Шумиху вызвал короткий видеоролик, выложенный в интернет. Кроме того, в некоторых больницах, несмотря на распоряжения главы республики, продолжают функционировать частные аптеки. Несладко приходится и самим медикам. Некоторые из них уже несколько месяцев без зарплаты. Ситуация в клинике при бывшем медуниверситете имени Георгиевского больше похожа на бесконечный сериал. Коллективные собрания и обещания от руководства проблему с мёртвой точки так и не сдвинули, уверяют врачи. Одно из престижных лечебных учреждений полуострова переживает затяжной кризис. У больницы нет ни лицензии, ни статуса, ни пациентов. Медики заявляют, ситуация зашла в тупик. Такое положение сложилось сразу после преобразования КГМУ в медицинскую академию в составе Крымского федерального университета. Начались проблемы с документами. Заложниками бюрократических проволочек стали рядовые сотрудники. Врачи клиники пытались найти компромисс с новым руководителем учреждения, однако безрезультатно. Терпение закончилось. Медики написали коллективное обращение к первым лицам республики и в прокуратуру Крыма. Ведь по предположениям персонала, основная задача нового руководства – развалить клинику. Но обо всём по порядку. Врач, исцели себя сам. Проблемы в сфере медицины вновь и вновь оказываются в центре внимания общественности. 7 апреля по информационным лентам прошло сообщение, что на одном из симферопольских рынков прямо в магазине скончался мужчина, не дождавшийся приезда скорой помощи. Бригада прибыла по этому вызову через 14 минут, что укладывается в 20-минутный лимит, принятый в России, заявляют медики. Значит, на центральную диспетчерскую вызов поступил в 12 часов 26 минут. На подстанцию «Спутник», у нас на улице Севастопольской есть подстанция, он был передан через одну минуту. И через минуту запросилась врачебная бригада на улице Курцовской после освобождения от вызова и выехала в 28 минут на этот вызов. В 40 минут, то бишь через 14 минут, бригада прибыла на рынок к данному пациенту, где была констатирована биологическая смерть. У очевидцев происшествия совсем другая информация о темпах прибытия скорой. С медиками сходятся только в одном – действительно была констатирована смерть. Наши свидетели, понятно, они стояли без секундомера, говорят о том, что скорая ехала порядка 50 минут. Приехав, констатировала смерть. Опять же, давайте включим логику. Ваш врач приехал через 14 минут, и вы нам, нашему агентству Курманфорум, подтвердили, что он констатировал, что смерть наступила полчаса назад. То есть, получается, люди подняли на улице мертвого мужчину, занесли в помещение и через 15 минут вызвали скорую. Также нелогично выглядит и ситуация вокруг клиники медицинского университета, вошедшего в состав КФУ. Сотрудники многопрофильного медицинского центра жалуются на задержку зарплаты и наплевательское отношение руководителя к их проблемам. Я получила 3000 в январе и 3000 в марте. То есть, мне опять предлагают уйти за свой счет. Я через две недели уйду за свой счет. Мне опять скажут, что я не работала, потому что, наверное, не хочу работать. И опять неизвестно, когда получится зарплата. В любое решение правительство тормозится. Вот лично я считаю, что это просто подрыв той идеологии, которую проводит наше правительство в Крыму. И создает социальную напряженность. То, что мы видим на примере нашей клиники. Ее уже будоражит два месяца. С нами никто не разговаривает. Сам руководитель клиники сохраняет невозмутимость. Лицензия на сегодняшний день по медицинской практике, уведомление есть, она работает. В предприятии, которое называлось клиника имени Георгиевского, закончилась лицензия на использование наркотических психотропных препаратов 11 марта. Документы все готовятся, все сданы. И мы теперь уже будем как бы ждать результата. Маленький нюанс. Без этих лицензий специалисты клиники могут соблюдать лишь одну заповедь медика. Не навреди. А пока нет возможности проводить операции, трудно говорить и о какой-то зарплате. Но как оказалось, наличие лицензии и полноценное финансирование еще не означают качественного медицинского обслуживания. Множество нареканий звучит в последнее время в адрес главврача детской инфекционной больницы Людмилы Прокудиной. Короткий видеоролик, выложенный на YouTube, иллюстрирует лишь мизерную часть происходящего в больнице. И я там был три года назад. Я приехал к жене, которая билась в истерике в палате, потому что дочка умирала, а к ней никто не подходил. И пока я не разнес там все и не устроил скандал у нее в кабинете, никто не пошевелился. Знаете, она мне даже пропуск выписала в палату на третий этаж со словами «Так, конечно, не положено, но...» За минувшие три года ничего не изменилось. Но, несмотря ни на что, заявление об уходе по собственному желанию Прокудина подавать не собирается. А Крымский Минздрав не спешит решать вопрос так, как уже решился многими главврачами. Вы знаете, если мы так будем говорить, то можно, знаешь, любого поменять или сделать из плохого хорошего, из хорошего плохого. Это все можно сделать средства массовой информации. Поэтому на сегодняшний день увольнять человека можно только по кодексу законов о труде Российской Федерации за действительно грубые или множественные нарушения трудовых обязанностей. Средства массовой информации, на которые пеняет замминистра, вовсе не стремятся добиться массовых увольнений всех и вся. Они лишь хотят вырваться из круга всеобщего равнодушия. Поэтому не замалчивают проблему, а кричат о ней. Уже стала традицией ссылаться при каждом удобном случае на 23 года украинского прошлого полуострова. Привыкли, мол, приучили нас так. И пациентам крымских больниц остается рассчитывать лишь на новое поколение медиков, не имеющих за плечами этого исторического груза. Вот конкретные примеры того, как некомпетентные управленцы могут в самые короткие сроки испортить репутацию медучреждения или вовсе развалить его. И все-таки большая часть крымских медиков – грамотные и профессиональные специалисты. А вот вопросы материального обеспечения остаются на совести руководства медучреждений. Немаловажно и понимание самих крымчан, ведь зачастую ту же скорую вызывают совсем не в неотложных случаях. Да и в 20-минутную норму уложиться трудно, когда, несмотря на сирену и проблесковые маячки, карете скорой попросту не уступают дорогу. Это при том, что бесплатная и, главное, своевременная медицинская помощь гарантирована нам Конституцией. Именно ее документ, имеющий без привлечения ключевую важность для всех жителей полуострова, депутаты Государственного совета Республики Крым приняли 11 апреля 2014 года. В бытность Крыма украинским наш особый почти островной менталитет, а он свойственен каждому без исключения жителю полуострова, вне зависимости от его национальной либо религиозной принадлежности, так и оставался делом индивидуальным. Теперь же та самая крымская идентичность, уникальность которой почти сразу бросается в глаза всем некрымчанам, впервые приобрела свое правовое оформление. Конституция Республики провозглашает Крым независимым государством, со своими органами власти, положенными ей атрибутами, ну и тремя не просто официальными, как раньше. А именно государственными языками – русским, украинским и крымско-татарским. Крым, Джумхуреты, Русие, Федерация СНН, Таркебенде, Демократик, Укукый, Девлет, Сайла. Прошу прощения за мой плохой крымско-татарский, но дословно это значит буквально следующее. Республика Крым является демократическим правовым государством в составе Российской Федерации. Что ж, и такое в мировой практике не редкость. Самостоятельные государства в силу разных обстоятельств делятся своим суверенитетом, а по существу делегируют его, как правило, в части международной политики и обороны, с сильным федеральным центром. Так, собственно говоря, и создаются крупные наднациональные союзы, отличающиеся друг от друга различными степенями независимости своих субъектов. Яркие примеры тому ЕС, США, ну и, конечно же, Российская Федерация. Господа, выходит с праздником, с Днем Конституции. А еще вдобавок с Днем Освобождения Симферополя, с Днем Космонавтики и со светлым праздником Пасхой. Это «Особый взгляд» на Первом Крымском. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова